Доброе утро! Чем ближе праздник, тем больше сомнений. Кого лучше радовать? Домашних или тех, кто видит тебя при параде? Чем радовать себя любимую? Чего ждет от тебя мама? Ну, в общем, вопросов больше, чем предчувствий и предвкушений. Единственное, в чем нет сомнений ни у кого, три дня выходных – это лучше, чем два. Точно так же, как три тысячи рублей – лучше, чем две. И если кто-то вспомнит, что не в деньгах счастье, значит, просто память хорошая. Потому что нынче наличие денег позволяет сохранить и нервы, и веру в себя. Ну и, конечно, веру в себя сохранять лучше, зная, чем живет город сегодня. Хорошая собака слушается даже тень хозяина. Будущее уже сегодня. Как создают виртуальную реальность? Трудности перевода. Каких английских писателей мы открываем заново? Женщины могут все, и нам не нужно ничего доказывать. Переживаете из-за ЕГЭ? А мы уже знаем правильные ответы. В мире есть только один по-настоящему прелестный ребенок. И каждая мама его знает. Она волнуется за него по любому поводу. Ну а когда приходит время сдавать ЕГЭ, родители, как я часто замечала, переживают даже больше детей. Не переживайте. Мы поможем с правильными ответами. Прямо сейчас. Осталось не так уж и много времени о том, что в конце учебного года будет ЕГЭ, ни для кого не новость. А вот новости о ЕГЭ интересны каждому. И школьникам, и родителям. Поэтому на несколько месяцев мы решили посвятить себя ответственной работе. Будем общаться с разработчиками ЕГЭ и с теми, кто отвечает за проведение экзамена. Чтобы у ребят не осталось никаких вопросов. Итак, здравствуйте. Это рубрика «Правильный ответ. Все новости о ЕГЭ». В этом году в Пермском крае ЕГЭ будут задавать 12 400 человек. Чтобы получить доступ к экзамену, каждый должен был написать заявление и точно указать предметы, которые он выбрал для сдачи. Это решение необходимо было принять до 1 марта. После этой даты передумать или поменять одну дисциплину на другую невозможно. Но есть исключения. Если есть причина, по которой выпускник желает изменить выбранные предметы, то он должен подтвердить это документально. Это могут быть какие-то особые семейные обстоятельства. Переезд там в другой город. Либо состояние здоровья, допустим, либо его, либо близких родственников. Что меняются какие-то жизненные планы. Если выпускник, который планировал изначально, допустим, поступать в военный вуз, и он не прошел по каким-то причинам медицинскую комиссию, это считается уважительной причиной. Что сдавать, историю или английский? Школьники могли выбрать любое количество предметов, даже максимальное – 13. Многие задают вопрос, что делать, если список экзаменов слишком широк. Мол, есть вероятность, что с расписанием не повезет, и тогда придется быть на двух экзаменах одновременно. Спешим успокоить. По правилам, в один день нельзя сдавать ЕГЭ по двум и более предметам. Если выпускник оказался в такой ситуации, ГЭК принимает решение о переносе части его экзаменов на дополнительный период. Как сдать экзамен на все 100? И что думают о ЕГЭ нынешние студенты? Пермские 100-бальники готовы поделиться своим опытом. Знакомьтесь, Иван знает на 100 баллов как русский язык, так и английский. Я считаю, что ЕГЭ – это вообще лучшее, что могло случиться с нашим образованием, потому что это и дает возможность поступления в вузы, в другие города. Это составляет какую-то общую объективную картину, это, опять же, убирает коррупцию, я считаю, все равно по сравнению с обычными традиционными экзаменами. Ну и поэтому я бы посоветовал ребятам пользоваться интернетом, искать различные задания, прорешивать как можно больше тестов. Что делать, если, придя на экзамен, я забыла паспорт? Прийти на ЕГЭ без паспорта было недопустимо, но в этом году решили пойти навстречу забывчивым школьникам. Если нет документов, в первую очередь необходимо сообщить об этом сопровождающему. Еще не войдя в пункт, это можно сделать, созвониться с родителями и попросить данный документ принести. И сопровождающий педагог может поручиться удостоверить личность этого ребенка для того, чтобы он прошел на экзамен. Такая возможность ему дается. Мы уверены, вопросы АЕГ обязательно будут появляться. Поэтому обращаемся к корреспондентам школьных газет. Собирайте обращение и передавайте к нам в редакцию телеканала ВЕТА. Для удобства мы даже организовали спецсвязь. Ну а первый почтовый ящик передаем президенту 11-го Б-класса гимназии номер 17 Владимиру. Держи. Если не успели что-то запомнить или даже записать, выпуск можно найти на нашем сайте вета.тв. Пишите нам, задавайте вопросы АЕГ и получайте правильные ответы. Ну а в следующей рубрике мы расскажем о новых условиях проведения экзамена. До встречи. Есть мнение, что в паре один любит, а другой позволяет себя любить. С этим можно спорить. А если на минуту представить, что вы стоите перед выбором? Любить или быть любимым? Что лучше? Такой вопрос накануне 8 марта мы задали перемикам. И вот что люди говорят. Партнер рубрики «Люди говорят» – сеть магазинов «Мир домашней техники». Я считаю, что лучше быть любимой, чем любить. Легче, конечно, любить. Но лучше быть любимой. И то, и другое важно. А потому что любовь – это вообще самое важное в жизни. Важно и любить, и быть любимым. Если тебя будут любить, а ты не будешь, счастья не будет от этого. Точно. И то, и другое. Но лучше, мне кажется, быть любимой. Любить, потому что ты чувствуешь, это твои чувства. А то, что ты рядом с тем, кто тебя не любит, зачем? И отдавать чувства, и принимать чувства – это как бы в равной доле приятно. Знающие люди как-то удачно все посчитали. И у них получилось, что больше трети года мы проведем в праздности. Я, правда, не совсем понимаю, включен ли сюда отпуск. Если да, то нас ожидает не жизнь, а праздник. А ведь когда-то и 8 марта было рабочим днем. Сегодня это больше похоже на легенду. Спонсор рубрики «Легенды губернского города» Магазин стройматериалов «Южный двор». Широкий выбор товаров для дачи и дома. Для начала напомним, долгое время 8 марта было рабочим днем. Правда, женщины из заводских цехов, из учреждений уходили на 2 часа раньше мужчин. Такое вот послабление. Ну а что на практике означали слова о раскрепощении женщин? Вот любопытные данные по Матавирихинскому заводу. До революции женщины составляли менее 7% от числа тружеников завода. В 29-м уже более 24%, а в 31-м – 40,6%. Это и понятно. Большевикам была нужна огромная армия. Вот почему женщины становили к станкам. В сельской местности садились на трактора. Их мужья, отцы, сыновья, братья в это время совершали марш-броски, учились водить танки. И еще любопытный штрих. В начале 30-х более 95% рабочих предприятий не имели никакой связи с сельским хозяйством. А ведь до революции в Матавирихе многие держали домашнюю живность. Коров, коз, гусей, кур, уток. Огороды – это само собой. Но если хозяйка дома занята на производстве, о своем мясе, молоке приходилось забыть. Это при том, что цены на продовольственные товары стремительно росли. Скажем, хлеб с 30-го по 35-й год подорожал в 25 раз, сахар – в 8 раз. А зарплата рабочих выросла в среднем в 3 раза. Как уж тут нормально питаться. И те же женщины еще стояли в многочисленных очередях. Часами. А домашняя работа. Накануне начала Великой Отечественной войны, в городах и рабочих поселках Прикаме, что такое водопровод знало менее 20% жителей. Что такое канализация – менее 15%. Вести домашнее хозяйство – было настоящий катар. Зато 8 марта женщин поздравляли. Перед авицам производства делали подарки. Звучали речи о щечливой судьбе женщин в СССР. Этот праздник есть только в нашей стране. И знаете, все-таки хорошо, что из советского календаря он перекочевал в российский. Но давайте любить и ценить мам, жен, подруг не только 8 марта. И помнить, как трудна была жизнь наших бабушек, прабабушек, тружениц был их времен. Никита Чернов, Роман Мельничук, телекомпания «Ветта». До сих пор помню, как школьница я ходила по выходным в ближайшую библиотеку. Встану утром пораньше, приготовлю бутербродов, составлю список нужных книг и вперед. В читальном зале меня знали. На 8 марта я обязательно поздравляла библиотекарей. Они так интеллигентно благодарили, что срочно хотелось поздравить их еще с чем-нибудь. Чем сегодня живут библиотеки, узнала Настя Петухова. Английская литература напоминает чопранного джентльмена, который идет, опираясь на трость. Но стоит только скрыться ему за поворотом, и он ведет себя, как ребенок. Так начинает беседу о британских классиках литературный перевозчик Екатерина Гладких. Для школьников это необычное занятие. В читальный зал библиотеки номер 35 своеобразный перрон, куда с минуты на минуту прибудет экспресс из Лондона. Там в одном вагоне навстречу ребятам едут Шекспир, Байрон, Льюис, Свиф, Шоу и другие. Английская литература породистая, литература вкусная, литература красивая. Совершенно замечательная литература. Я сама ее очень люблю, сама очень увлечена ею. И поэтому, конечно же, мне очень захотелось сделать такой проект и немножечко донести до детей свои чувства, показать, чем же можно любоваться в этих произведениях. Здесь в библиотеке ребята смогут познакомиться с культурным наследием Англии в необычной интерактивной форме. О писательнице Луизы Мэри Молсворд мало кто слышал. Екатерина Гладких рассказывает, что и сама случайно узнала об этом авторе. Оказалось, книги Молсворд не были переведены на русский язык. Екатерина решила это исправить. Теперь ребята могут почитать образчик детской классики «Часы с кукушкой». Литература Великобритании, она всегда, во все времена, имела большое значение для российской интеллигенции. Начиная с Пушкина, помните, байронизм и прочие вещи. Поэтому я думаю, что сегодня нашим школьникам мы предлагаем замечательный проект. И это будет таким стимулом, может быть, взять книгу после мероприятия. Мне понравился очень этот урок, и он вдохновил меня на перевод книг в будущем. Я очень люблю английскую литературу. Я читала Шекспира, Киплинга, Стивенсона. Ну, конечно, не в оригинале, а уже в переводе на русский язык. Проект «Встречайте! Литературный экспресс из Лондона» проводится при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации Перми. Он посвящен Году культуры Великобритании и России. Дата прибытия очередного экспресса зависит от желания самих школьников. Заявку на участие в этих уроках может подать каждый, обратившись в библиотеку номер 35 по телефону 246 55 95. Анастасия Петухова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Современные средства для чтения, конечно, очень удобны. В дамской сумочке с легкостью может поместиться целая библиотека. Но, с другой стороны, читать текст с монитора – совсем не то же самое, что перелистывать страницы бумажной книги. Тем более, если книга о путешествиях, о странах, где ты еще никогда не был. Окунуться в мир зарубежья через страницы истории. Новая коллекция из 50 томов «Путешествуй с удовольствием» от «Комсомольской правды» привлечет внимание любого читателя, уверены издатели. Ознакомиться с фотографиями, с инфографикой данной страны, с архитектурой, с самыми уникальными какими-то сооружениями, с самыми красивыми местами нашей планеты. Каждая книга посвящена отдельной стране – Норвегия, Мексика, Италия, Греция и многие другие. В издании собраны все интересные страны мира. Эксперты турбизнеса говорят, эта коллекция – идеальный вариант для первого знакомства со страной, а в дальнейшем и выбора тура для отдыха. Упор идет на достопримечательности, то есть именно фотографии, тот зрительный ряд, который турист в будущем увидит, выбрав, купив тур и уже посетив страну. То есть это в какой-то степени облегчает выбор именно маршрута и именно выбор городов, которые бы турист хотел увидеть. Эксперты считают, что новая коллекция книг сможет нести и образовательную функцию. Дети достаточно часто пролистывают и прочитывают книги по диагонали. А это издание отличается тем, что по диагонали его не просмотришь. На какой-нибудь странице на 50-е или на 70-е обязательно найдется то, что зацепит конкретного ребенка. Книги новой коллекции от комсомолки будут появляться во всех газетных киосках Перми и почтовых отделениях каждую неделю по четвергам. Первый том, посвященный Норвегии, можно будет приобрести 6 марта. Для читателей комсомолки цена этой книги будет рекордно низкой. Цена на последующие тома также будет демократичной. Тюля Рогожникова, Рустам Багизов, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта». Накануне я услышала об одном любопытном эксперименте. Людям, согласившимся в нем поучаствовать, выдавали газету с фотографиями и просили их сосчитать. Подвох заключался в том, что на одной из страниц ученые поместили объявление, в котором говорилось, что каждый, кто его найдет, получит награду. В итоге, пока одни были заняты скрупулезным подсчетом картинок, другие уже подсчитывали выигранные деньги. Отсюда простой вывод. Чтобы быть удачливым, не обязательно родиться под счастливой звездой. Главное, не упускать возможностей. Читайте газеты внимательно. Пресс-парад. Партнер проекта – группа компаний «Строительный центр Пермь». Комиссия по землепользованию отложила рассмотрение заявок по зоопарку Бахари в Киеве, сообщает коммерсант. На заседании комиссии по землепользованию и застройке были вынесены сразу несколько заявок по смене зонирования, которые связаны с принятыми в январе поправками в генплан. В их число вошли предложения ПИК по территории бывшего аэропорта Бахаревка, Девелопмент Юг по ИВИ-1, Урал-ФД по Вильвинской-22, а также площадка на Голом ИСУ. Для всех этих участков предлагается установить в правилах землепользования и застройки зоны, позволяющие осуществлять жилищное строительство в соответствии с изменениями генплана. Также на комиссию была вынесена заявка по территории Черняевского леса за ДКЖ, куда планируется перенести зоопарк. Однако члены комиссии согласились с предложением Департамента градостроительства и архитектуры отложить рассмотрение всех заявок до того, как будут разработаны и представлены проекты планировки по каждому участку, пишет автор статьи Светлана Быкова. На углу улиц Екатерининской и газеты «Звезда» в Перми появится торгово-административное здание. Просьбы застройщиков об увеличении высотности на этом участке одобрены. Читаем в электронной версии еженедельника «Новый компонент». Члены комиссии по землепользованию и застройке Перми проголосовали за изменение высотности на земельных участках, расположенных на улице Екатерининская, 72, и улице газеты «Звезда», 24А. С соответствующими заявлениями обратились аффилированные компании «Капители» и «Профинформ». Два здания будут соединены одним переходом. При этом оба проекта согласованы с Краевым Минкультом, сообщает корреспондент издания Оксана Клиницкая. 107 миллионов рублей – начальная цена контракта на разработку проектной документации для строительства нового аэровокзального комплекса. Читаем в еженедельнике аргументы «Недели при Камье». На сайте госзакупок объявлен новый конкурс на проектирование терминала Международного аэропорта Пермь. Требования к объекту соответствуют международным стандартам. Качественное обслуживание пассажиропотока до 2 миллионов человек в год. Вскрытие конвертов с заявками запланировано на 21 марта. Непобедимые. Мария Папулова из Чусового и Олег Пономарев из Перми выступят на открывающихся завтра зимних паралимпийских играх. Каким был их путь к спортивным вершинам, корреспонденты «Звезды» представляют этих мужественных людей. Мария с ампутированной рукой занимается горными лыжами, а слабовидящий Олег – биатлоном с лыжными гонками. Читайте в свежем номере издания. Некоторые тратят все, что зарабатывают. Другие ежемесячно откладывают приличную сумму и просто не могут потратить деньги на себя. Почему мы так по-разному относимся к деньгам? Психологи уверены, что стиль трат подтверждает то, насколько мы любим себя и уверены в будущем. А вот что об этом же говорят правила денег. Спонсор рубрики «Правила денег» – магазин ювелирных изделий «Богато». Будьте здоровы, живите богато! В течение января просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 26 миллиардов рублей, сообщает газета «Ведомости». Более половины этой суммы заемщики не вернули пяти крупнейшим банкам, которые специализируются на потребительском кредитовании. Банкиры обеспокоены этим, но вида не подают. Их версия – население увлеклось новогодними праздниками и забыло оплатить кредиты, либо по той же причине временно не имеет ресурсов для того, чтобы отдавать долги банкам. Аналитики рейтингового агентства «Стандарт энд Кульс» предупреждают российские банки о росте издержек, связанных с невозвратами в сегменте потребительского кредитования. Замедление темпов роста экономики может оказать негативное влияние на способность заемщиков исполнять свои долговые обязательства. В прошлом году убытки банков от кредитования населения составили примерно 3% от совокупных займов, выданных физическим лицам. А в этом году, ожидают эксперты, этот показатель увеличится до 3,5%. Напряжение уже ощутимо. На прошлой неделе сразу несколько банков сообщили о том, что готовятся сократить расходы на персонал, пока урезаются не слишком значимые вещи вроде абонементов в бассейн. Но все же тенденция. Это были правила денег. Ни для кого не секрет, что некоторые родители стараются воплотить свои несбывшиеся мечты в детях. И ради своих амбиций заставляют ребенка заниматься тем, что ему совсем не нравится. Я ни в коем случае не собираюсь давать советы. Просто у ребенка должно быть право выбора. Если баскетбол, то баскетбол. На трибунах происходит что-то невероятное. Такое ощущение, что оказался на матче всех звезд, а не на финале чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Один из финалистов, Роман Рахимов, начал играть в команде в прошлом году. И за это время удалось достичь высоких результатов. В том году мы уже также принимали участие в краевом турнире. Выиграли краевой турнир, уехали на ПФО. И уже после ПФО на России заняли пятое место. Это вот, так скажем, стартовая точка, с которой все начиналось. И в этом году также пришли баскетболисты. Команда усилилась. Чтобы выйти в финал, пришлось выиграть 8 игр. В сезоне 2013-2014 приняли участие более 5000 школьников из 360 школ Пермского края. Команды-призеры соревнований получили кубки и медали. Победители соревнований – комплект профессиональной баскетбольной формы. И каждая школа-участник – мечи от «Кэсбаскет». В этом сезоне лига объединила более полутора миллиона юных баскетболистов из 58 регионов страны. Очень приятно, что проект «Кэсбаскет» зародился именно здесь. То есть он начался именно с Пермского края. Конечно, с каждым годом становится все более обширным. Большее количество школ принимает участие, большее количество детей в это увлекается. И, конечно, это турнир, проект, в котором, в общем, зарождается любовь детей к спорту. И стремление к победе. Березняковской команде в этот раз его не хватило. В итоге в финале на паркет вышли юноши из Пермского лицея номер один и 121-й Верещагинской школы. Последние минуты матча, самый напряженный момент. Сейчас в счете ведет команда первого лицея из города Перми. На табло 53-21. Очень серьезный отрыв. И чтобы его сократить, соперникам остается все меньше времени. Итоговый счет 59-32. Почти с двукратным преимуществом победу одержали игроки первого лицея из Перми. В финале девушек победу праздновали спортсменки из Кунгурского лицея номер один. Впереди новые игры. Соревнования среди 16 лучших команд Приволжского федерального округа. А затем суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Лучшие из лучших посетят финал четырех Евролиге Улеп, где увидят игры сильнейших клубных команд Европы. Рустам Багизов, Максим Фофанов, телекомпания «Ветта». Тайский остров Самуи хорошо известен многим пермякам. Поэтому мы сегодня оставим в стороне его шумную ночную жизнь и многолюдные песчаные пляжи. Наш путешественник Виктор Семенов предлагает обратить внимание на те моменты, которые часто остаются за кадром, но могут быть интересными и полезными для отдыхающих. Партнер рубрики «Шкафы-купе Командор» для тех, кто принимает правильное решение. Несмотря на то, что Коса-Муи третий по величине остров Таиланда, он имеет довольно скромные размеры, всего 15-20 километров. Число людей, постоянно живущих на этом небольшом участке суши, приближается к 80 тысячам. Кроме них, остров ежегодно посещает более миллиона туристов. На такой густонаселенной территории трудно ожидать встреч с первозданной природой. Но тропики есть тропики, и многообразная жизнь окрестных джунглей нередко вторгается в повседневный быт гостей. Крохотные термиты могут создать большие проблемы. Четко организованный живой поток не иссякнет до тех пор, пока обнаруженный в комнате источник пищи не окажется в подвале отеля. Там укрылась многотысячная колония, и пути ее перемещения по облюбованному зданию непредсказуем. Поэтому селиться в одном доме с неугомонными работягами-термитами крайне нежелательно. На Самуи несколько популярных экскурсионных маршрутов проложены прямо по горным лесам. Здешние джунгли основательно преобразованы и прорезаны густой сетью автомобильных дорог. Местами для удобного прохода людей оборудованы каменные тропинки. Но для нас, уральцев, даже такой обустроенный лес – сплошная экзотика. Чудеса тропической природы здесь встречаются на каждом шагу. Например, эта невзрачная ящерка – единственная в мире летающая рептилия. Расправляя по бокам тела широкие кожаные складки, она способна планировать на десятки метров с одного ствола на другой. Сладкие плоды дуриана покрыты твердыми шипами и могут весить до 10 килограмм. Их падение с многометровой высоты не сулит ничего хорошего зазевавшемуся путешественнику. Поэтому в ходе экскурсии нужно соблюдать осторожность и внимательно смотреть по сторонам. Несмотря на обилие людей, в лесистых горах Самуи сохранилось немало уединенных уголков, где можно познакомиться с зеленым миром джунглей и осмотреть живописные пейзажи острова. Там, безусловно, стоит побывать всем, кому довелось приехать в этот примечательный уголок Таиланда. На днях мне в руки попала книга «Самые удивительные факты о домашних питомцах», из которой я узнала, что в Норвегии был кот-король. В Первую мировую войну существовал кошачий корпус. Пес-долгожитель живет в США, а самая прожорливая порода собак – кокер-спаниель. Но самые интересные истории из мира домашних животных происходят не где-то там, а у нас здесь. Просто порой мы этого не замечаем. Ну, собака как собака. Что в ней особенного? Но, как известно, внешность бывает обманчива. Здравствуйте! В эфире программа о животных «Чтоб я так жил» с вами Яна Кунавина. У каждой беспородной собаки, которая нашла себе хозяина, есть своя история. Сегодня мы хотим вам рассказать историю собаки, которую зовут Кукла. Куклу нашли вместе с двумя братиками, с сестричкой. В мусорном баке, к сожалению, в пакете, слепыми щенками. Из четырех щенков выжили только кукла и ее брат. Да, кукла и ее брат Грей. Сложно было принять решение оставить куклу у себя? Кому-то отдать вот это выхоженное существо, такое маленькое, было беспомощное. Чтоб душа болела? Нет, оно мое уже. Я уже поняла это, когда вот только-только начала за ней ухаживать. Разболелась она здорово. Там я шесть ночей не спала около нее. Вот за каждым дыханием следили. И вот это и спасло ей жизнь. Ночью вот она начала задыхаться. И срочно ее увезли в клинику в пять часов утра. Там она двое суток пролежала в кислородной камере. Если бы вот спали бы, и если бы она со мной не спала бы на диване, то, конечно, ее бы сейчас рядом со мной не было. Вот эту историю слушать сейчас, даже сейчас у меня возмущение накатывает по поводу того, как люди у нас элементарно вообще решают проблемы, вместо того, чтобы взять собаку, простерилизовать ее, или смотреть за тем, чтобы она не убегала и не рожала щенков, от кого не хочется. К счастью, многие уже это понимают, что беспородные собаки на улицах, одичавшие собаки, это те же самые домашние, которые были выброшены когда-то. Ими же. Кукла веселая, очень эмоциональная, позитивная. И море радости, удовольствия. Она очень любит избранных людей, ну и быстро привыкает к новым. Как вам далось взросление куклы? Вы знаете, удивительно, вот то, что у нее такая энергетика взрывная, эмоциональная, она ничего дома не испортила. Максимум, это была одна зарядка. Зарядное устройство, да, для телефона. Это такая мелочь по сравнению с тем, что обычно творят скучающие щенки в ожидании хозяев. Я видела эти картины, они ужасны. Хорошо, что нас это минуло. Может быть, кукла нас благодарила за все, что мы ей сделали, за то, что приютили, за то, что дали ей любовь и ласку, и дом. Сначала у вас были кошки, которых вы тоже нашли. Как у нее вообще сложились отношения с кошкой? Маркиз ее старше. Кукла, когда была маленькая, она их погоняла. Что свойственно... Дала поднящику. Да. У них ровные отношения, ели они тоже бывало из одной миски. Они поделили территорию квартиры удачно. А потом появилась ваша младшая дочь Александра. Вот как кукла вообще восприняла появление ребенка в семье? Ну, мы ее потихоньку готовили. Сначала приобретали всякие аксессуары к рождению ребенка. Принесли когда из роддома ее, познакомили сразу. Вот охраны у нее качества проявились после рождения ребенка. Она очень хорошо выглядит, у нее прекрасное состояние шерсти. Чем балуете, чем кормите свою любимицу? Сухим кормом, премиум класса. То есть вы не экономите? Конечно, хочется, чтобы собака была любимой, чтобы она это чувствовала. И я это чувствую, потому что отдача-то идет. Она и на выставке прямо мне в глаза смотрит и говорит, как ты так добиваешься этого. А вот любовью и вкусняшками. Это безусловно. Любовь и вкусняшки – это все, что будут оценить в первую очередь наши четвероногие любимцы. Вы с куклой пошли принимать участие в шоу беспородных собак, которое очень популярно сейчас на наших пермских крупных выставках. Прежде всего я хотела бы, чтобы популяция собак беспородных и отношение к ним изменилось в корне у людей. В прошлый раз мы были на выставке, было очень мало народу, кто смотрел на наше шоу. А нынче ажиотаж был вокруг нашей площадки. И ради этого стоит выходить и показывать, чтобы люди меняли свое мнение. Я очень хотела поэтому ее обучить, чтобы показать, что беспородные собаки тоже могут. Вот когда вы ее дрессировали, что было самое сложное? Подольше нам дал саппорт. Обратно принести было сложно. Ну, жалко отдавать, знаете. Конечно, это же игрушка. Наши-то собаки мучаются с этим. Хотя, вы знаете, я вот сравниваю породистых собак, метисов, беспородных. Мне иногда кажется, что беспородные фуру дают вот этим важным, генетически таким, хорошо воспроизведенным породистым собакам. Есть такое. Я убедилась в том, что дворняги нисколько не уступают породистым собакам, когда мы сдавали общий курс дрессировки. А вы вместе занимались? Да. То есть там, да, группа была, кукла сдала экзамен сразу, 6 или 7 собак было, они не сдали. Как окружающие воспринимают вашу собаку, то, что она такая воспитанная, то, что не такие манеры? Не-не-не, неоднозначная у людей. Очень восхищает их, когда они узнают, что собака дрессирована. Вальс снежинок! Вау, какой! В жизни должно быть место и для породистых собак, и для беспородных. Ведь мы выбираем друга себе по душе. И если вдруг ваши симпатии на стороне беспородных собак, следуйте золу своего сердца. С вами была программа «Чтоб я так жил». До новых встреч! У породистых даже таких воротников не бывает. У тебя есть. Дай лапку. А, куколка, спасибо. А другую дашь? Какая умница. Кинотеатр – это, безусловно, развлечение. Но ожидание развлечения тоже надо как-то скрашивать. Вот, например, так. Константин и Валерия спонтанно решили сходить в кино. Понравившийся фильм начнется только через полчаса. Есть время опробовать 5D-аттракцион. А это целый мир иллюзий и невероятных ощущений. То, о чем когда-то мечтали фантасты, теперь доступно каждому. Здесь зрители не только видят и слышат, но и чувствуют все то, что происходит на экране. Порывы ветра, брызги дождя и вспышки молнии – все это создает эффект присутствия в картине. Мы заранее пришли и решили просто скоротать время. Здесь такой аттракцион. Ну, очень круто, интересно. А вот мы теперь все мокрые в воде. Спортилась прическа. Нет, все здорово. Во время прощения удобно держаться за ручкой. У Николая тоже в запасе немного времени. Перед сеансом решил почувствовать себя летчиком. Аттракцион Flymotion дарит ощущение полета. Этот авиасимулятор по праву называют уникальным. Такого еще точно не было. Кабина вращается вокруг своей оси на 360 градусов. Конструкция аппарата позволяет ощутить реальность полета, набирать высоту и пикировать. Выполнять фигуры пилотажа, например, правую и левую бочку, крен и петлю. Вообще классно. Не, ощущимо. Это как будто в самолете. Реально. Одним словом, занять себя в фойе кинотеатра «Кристалл» сможет каждый. На 10 минут можно погрузиться в атмосферу мрачных катакомб или автогонок в 5D-кинозале. Или совершить короткий перелет на истребителе. Но если времени совсем в обрез, можно сделать серию моментальных снимков в фотокабинке. Стесняться не стоит. Никто вас не увидит. Роман Четин, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта». Трудно быть женщиной. Иногда очень трудно. Но тут выбор делаем не мы. Выхожу недавно из продуктового магазина. В обеих руках сумки с продуктами. Проходит куча мужчин. И никто даже не попытался придержать мне дверь. Пока я не сказала просто в пустоту. Мужики-то где? Вы знаете, четыре человека тут же бросились на помощь. А один даже до машины сумку. Ну, ту, что полегче донес. И сочувственно при этом причитал. Вот такая у вас женская доля. Да, у нас такая. Никто ведь не жалуется. Просто иногда бывает так обидно. Думаете, я одна такая. До нас полгорода. И все верят, что где-то невдалеке пасется принц, который мечтает и до химчистки съездить, и в магазин сходить, и вашу маму навестить. Главное смотреть внимательно, чтобы мимо не прошел. Ну, а что касается сумок с продуктами, куда мы денемся? Носили, носим и будем носить. И сбаловали мы мужчин. Теперь сами преодолеваем созданные нами же трудности. Все как всегда. И 8 марта здесь совершенно ни при чем. Поздравить женщин-коллег, впрочем, мужчины, не забудьте. Мы всегда ждем и добрых слов, и улыбок. Сегодня тоже. Сегодня в Перми минус 2-4 градуса. Облачно, без существенных осадков. Атмосферное давление в норме. Ветер северо-западный. 1-3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова skippedало!